Приветствую вас. Смотрите, какая получается ситуация. Вы пишете о том, что с одной стороны рано начали вести свою самостоятельную жизнь. Более того, в другой стране. И вы, безусловно, молодец, что одна приспособилась, а в другой стране вы жили. Даже в отношения с человеком вступили. Вы молодец. Но ваша независимость, самостоятельность, приспособленность к жизни здесь противоречат тому, что вы, в общем-то, зависите от молодого человека. Почему-то. То есть, если он не удовлетворяет ваши потребности, если он не ценит вас, не окружает вас вниманием, лаской, любовью, теплом, Если он не позволяет вам чувствовать себя женщиной, а только накладывает на вас обязанности, то возникает логичный вопрос. Ради чего вы с ним? Ведь вы же ради чего-то все это терпите. И вот давайте ответим себе на этот главный вопрос. Ради чего? Конечно, вас будут посвящать мысли о том, чтобы смешать, потому что вы молоды, а вас заставляют вести себя так, как будто у вас нет никакого права на свободное время, на развлечения и так далее. Значит, что-то для вас перевешивает чашу в сторону такого поведения. И здесь важно определить, а так ли вы зависим от молодого человека. Ну, значит, что-то с того, что его отношение говорит о том, что он не боится вас потерять, что он думает, что вы никуда не денетесь. И он не считает для себя в обмойном как-то и что-то для вас делать. Давайте подумаем, разве это любовь? Хорошо. Допустим, может быть, человек просто заигрался. Заигрался, забыл, как бы привык. Такое бывает. Ну, так нужно ему напомнить. Нужно ему напомнить о том, что вы живой человек. И что вы хотите тоже и внимания, и тепла, и ласки, и прочее. А если ему этого не напоминать, если о себе никак не беспокоится, то простите. Тогда не стоит ожидать мужчине того, чего вы, собственно, от него хотите. То есть, внимание, и так далее. Давайте подумаем, что заставляет вас все-таки мыть до сих пор с ним. Что заставляет вас терпеть все это? Что удерживает вас с этим мужчиной? Ведь вы, получается, от него зависите. Ну, раз терпите все это настолько, что у вас уже мысли возникают о том, чтобы сбежать. Говорили ли вы своему мужчине о ваших чувствах? О ваших мыслях? Если нет, то опять-таки, почему нет? Вы что, получается, ему не доверяете? Если вы ему не доверяете? Опять-таки, если вы ему не доверяете, то почему вы ли спор с ним? Как вы, я надеюсь, понимаете, как вы уже поняли, вопросов к вам достаточно много. И эти вопросы, они очень важны. Я задаю их вам не просто так, а я хочу, чтобы вы на них ответили, потому что это очень-очень важно для вас. И я хочу, чтобы вы подумали, что это для вас важно. В отношениях с этим мужчиной вы явно потеряли себя. В отношениях с этим мужчиной вы явно забыли о том, кто вы. Какие у вас желания. Чего вы хотите. Лично для себя, сами для себя. И почему вы должны работать домохозяйкой, как я понимаю, бесплатной домохозяйкой, для мужчины, который этого даже не ценит? Он и не будет этого ценить, если вы ценить себя не будете. А значит, что-то заставило вас задвинуть свое самолюбие, свою гордость, самоуважение подальше. И уступить место необходимости делать что-то для молодого человека, который о вас практически не заботится. Вопроса вы никакого не задаете. Вы не спрашиваете ничего. Вы просто повествуете нам о том, что у вас сейчас происходит. И единственная рекомендация здесь будет. Первое. Определить причину. Второе. Наметить цели, которые вам нужны. Наметить ориентиры. И четвертое. Проанализировать блоки, которые мешают вам это сделать. Вы знаете, то, что вы так рано начали жить с молодым человеком, наверное, олицетворяет вашу потребность в семье. Ваша потребность в заботе, ваша потребность в крыши над головой и так далее. Но ваша семья – это не семья в настоящем смысле слова. Семья – это когда люди любят друг друга. Когда они хотят делать друг друга счастливыми. Когда они делают все возможное для друга. У вас явно не так. И дабы вы не вынесли из этой ситуации такого урока, что мужчинам, например, нельзя доверять, дабы вы не обрекли себя на одиночество, лучше сейчас проработать это. Лучше сейчас постараться разрешить ситуацию. Постараться помочь вам понять, что правильно, что нет, что истинно, что ложно. Чтобы вы смогли дальше в своей жизни не совершать такие ошибки. Кроме того, вполне может быть, что у вас имеется немного деформированный образ семьи вообще. Потому что не от хорошей жизни вы начали свою самостоятельную деятельность как рано. Значит, нужно прорабатывать еще и это. Вот, на данный момент это все, что можно сказать. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к МАГУ, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.